Всем привет! Меня зовут Елена Фанова. Я трижды мама и фитнес-тренер с опытом более 20 лет. Сегодня мы проведем с вами тренировку МФР – миофасциальный релиз. Это такое занятие со специальным роллом, направленное на расслабление, снятие напряжения в мышцах или пастах. Каждая мышца нашего тела имеет определенную оболочку. И в некоторых случаях скапливается в определенных зонах у нас напряжение. Вот для того, чтобы снять это напряжение, мы будем делать такую технику самомассажа при помощи ролла. Сегодня я буду использовать двойной ролл, очень удобный. Один из них имеет гладкую поверхность, а второй – более ребристую, для того, чтобы глубже и лучше прорабатывать самые глубокие слои тех самых мышц и фаски. Мы с вами будем работать по очереди сначала гладким роллом и затем ребристым роллом. Будем двигаться в каждом движении от более щадящих упражнений к более таким основательным. Тренировка наша даймёт примерно 30 минут времени. Мы проработаем основные зоны, где скапливаются те самые триггерные точки. Если вы будете чувствовать болевые ощущения, задерживайтесь в точке, где вы это чувствуете. Делайте небольшую паузу, прорабатывайте это место. Не спешите, двигайтесь в собственном темпе. Тренировка должна быть не очень болючей, но при этом вы должны почувствовать те самые места, где это напряжение скапливается. Постепенно делать будет упражнение всё проще, легче. Эти занятия помогают улучшить ваши физические качества, улучшить ваши показатели во время основных тренировок. Все ссылочки на ролл я оставлю в описании к этому видео. Итак, мы приступаем. Наша первая зона – это икроножные мышцы. Мы берём гладкий ролл, кладём его, ставим ножки на него, ручками упираемся сзади и начинаем прокатывающими движениями. Делаем такое туда-сюда движение, ставьте у нас на весу и катаем. Можно немножко повращать ноги. Отлично. Теперь мы проработаем каждую ножку отдельно. Мы закидываем одну ногу на другую и продолжаем делать точно так же. Небольшие вращатели движения и икроножные мышцы. Отлично. И теперь мы перебрасываем на другую ножку и проработаем здесь. Очень часто девушек, которые ходят на ногах на каблуках, эта зона такая прям ощутимая. Отлично. Если вам было легко, вы можете взять ребристый ролл. Если вы чувствуете, что ещё не готовы, то можно продолжить занятие на гладком роллу. И также продолжим сначала двумя ножками. Просто покатаем. Хорошо. Теперь закидываем одну ногу на другую. И повращаем икроножную мышцу туда-сюда. О, как хорошо. Мы с вами сделаем экспресс-тренировку. Вы можете ставить на паузу и немножечко подольше делать эти упражнения. Отлично. Супер. Теперь мы с вами перейдём на другую зону. Это передняя поверхность бедра. Четырехголовая мышца. Также мы начинаем с гладкого ролла. Сейчас заодно отдохнут наши руки. Мы с вами становимся на локонке. И начинаем раскатывать переднюю поверхность бедра. Движения плавные. Не торопитесь. Постарайтесь почувствовать, где у вас есть напряжение. Отлично. Если ощущаете готовность, можете поменять ролл. Супер. Еще пару раз. Отлично. Завершаем с передней поверхностью бедра. И наше следующее упражнение будет направлено на боковую большую фасцию бедра. Также начнем с гладкого ролла. Ножку одну ставим перед ровной ногой. И раскатывать будем именно ровную ногу. Двигаться от колена наверх к бедру. Эта зона очень много напряжения на себя берет и очень часто вызывает сильные болезненные ощущения, когда мы ее раскатываем. Регулируйте силу давления руками. То есть, чем меньше на руках веса, тем, соответственно, сильнее будет давление на бедро. Отлично. Вы можете продолжить, либо так же, как я, взять ребристый ролл и попробовать усилить свои ощущения. Обязательно поделитесь, в какой зоне вы почувствовали больше всего болезненных ощущений. Отлично. То же самое мы проделаем с другой стороны. Кладем ролл чуть выше колена. Сустав не участвует. И отъезжаем. После ребристого ролла гладкий кажется таким прям очень нежным. Кстати, девочки, очень часто в этой зоне у нас скапливаются отеки. И такие техники самомассажа помогают избавляться от отеков и улучшать там кровообращение. Соответственно, и жирок тоже уходит оттуда гораздо лучше. Не пренебрегайте такими тренировочками. Ну что? Теперь уже помощнее прошло. Пришло время поработать. О, отлично. Разница ощутимая. Класс. И так, следующая зона – это зона ягодиц. Для того, чтобы раскатать ягодицы, мы также берем сначала круглый ролл. Кладем ягодичку и ногу закидываем на ножку. И таким вот движением прокатываем зону ягодиц. Уходим чуть пониже к пояснице, точнее даже повыше, да? Супер. Не бойтесь, можно немножко покрутиться, почувствовать где-то самое напряжение скапливается. Отлично. И меняем с вами на ребристый. То же самое. Я сделаю еще пару раз. Отлично. И теперь другая сторона. Очень приятные такие ощущения. Супер. Еще два разика. Угу. И меняем на ребристый. Класс. Никто лучше вас не чувствует ваше тело, поэтому вы сами самостоятельно можете понять, где и в каких местах вам требуется усилие. Стильная работа. Угу. Супер. Сделаем еще несколько раз. Последний. Шикарно. Так. Следующая зона, которую мы проработаем, это внутренняя поверхность бедра. Так же, как обычно, мы начинаем с гладкого ворон. Мы ложимся с вами. Согнутую ножку кладем рядом с коленочкой и начинаем ездить до самого копчика, до лобковой кости. Прокатываем. 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 Хорошенько. Хорошенечко. Пошка на весу едет. Еще. Отлично. Здесь тоже много отеков собирается. Очень здорово. Молодцы. Мы с вами останемся в зоне колена. И здесь поработаем прицельно с зоной над коленом. Мы будем в одной точке находясь, опускать и поднимать пятку. Вот эта зона капельки нашей, которая такая, как капелька над коленом, ее проработаем отдельно. Скорее всего, если вы регулярно тренируетесь, занимаетесь, вы сейчас почувствуете там особое удовольствие. Хорошо. Давайте мы сделаем еще четыре. Еще три. У каждого это своя точка. Еще два. И последний. Великолепно. Теперь покатаем ребристым ром и перейдем на другую ногу. Супер. Супер. Давайте еще два разика. Великолепно. И мы поменяем ножку. Теперь другая нога будет делать все то же самое. Кладем коленочку. Искренне советую, вот пока дома перед телевизором находитесь, совмещать приятное с полезным. Покатать, покатать. Словите свои ощущения. Слушайте свое тело. Оно вам всегда скажет, где, в какой зоне требуется внимание. Хорошо. И теперь мы работаем с зоной над коленом. Будем поднимать и опустить пятку. Я очень отчетливая чувствую. Это самое место, где, по-моему. Хорошо. Давайте сделаем еще четыре. И еще три. Осталось два рэба. И зафиналим. Все, что мы готовы с вами к ребристому рулу. Хорошо, если вы ощущаете такое тепло внутри. Поехали. Супер. Поехали. Давай еще-еще катаем. И колеку. Давайте еще два раза. Класс. Прекрасно. Ну что ж. Теперь мы приступаем по спинке. Поработаем со спиной. Также кладем в актерол. Сгибаем ножки. В районе поясницы находится ваш ролл. Мы приподнимаем таз. Обнимаем себя за плечи. Создаем такую круглую спинку. Нам нужно кататься не на косточках, а на мышцах. Поэтому нам нужно, чтобы мышцы вокруг позвоночника прокатывались. Угу. Супер. Еще продолжим. Супер. Еще продолжим. Угу. Хорошо. Ну что, попробуем ребристый? Скидку катать особенно приятно. Мамы меня поймут. Поехали. Начнем с пояснички. Угу. 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 Угу, класс. Угу. С роллом можно делать не только самомассаж, но и некоторые движения, которые помогают раскрывать грудной отдел. Это очень классно для того, чтобы убирать низ живота. Мы с вами кладем ролл вниз лопаточек, ручки складываем в замок за головой и будем прогибаться именно в грудном отделе. Наша задача прогнуть грудной отдел, то есть не поясницу, а грудь. Выдох мы делаем наверху, на вдохе прогиб, выдох, отлично, еще. Стараемся локтями потянуться к полу и выдох, супер, еще вдох, выдох, прекрасно, вдох и выдохнуть, супер. Еще два разика. И выдохнуть. И последний раз. Великолепно. Также поработаем с грудным отделом, непосредственно находясь сбоку. Мы лежим, у нас валик находится под мышкой. И мы будем делать наклон и подъем. Задача во время наклона растягивать расстояние между ребрами и подняться. И еще раз тянуть расстояние и подняться. Хорошо. Растянуть. Угу. Подняться. Отлично. Еще немножечко. Растянули. И поднялись. Последний раз. Угу. И поднялись. Хорошо. И поменяем сторону. То же самое с другого края. Выложимся. Под грудью у нас непосредственно находится ролл. И поднимаемся. Растягиваем межреберное пространство. И поднимаемся. И еще раз тянуть. И подняться. Растянуть. И подняться. Хорошо. Еще раз. Так. Нормально. Давайте еще три раза. Еще два. Плавное движение. И последний раз. Прекрасно. Прекрасно. И зафиналим нашу сегодняшнюю тренировку. Шейно-воротниковой зоной. Мы ложимся с вами. Непосредственно шеей на ролл. И делаем движение из стороны в сторону. Плавное. Ощущаем. Что говорит ваше тело. Какие точки вы чувствуете. В каком месте. Двигаемся плавно. Двигаемся с ним. Давайте сделаем еще четыре. Еще три. Два. 5. Отлично. Бедленно поднимаемся. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Я рекомендую делать такой самомассаж минимум 1 раз в неделю, а лучше 3-4. Поверьте, мышцы, пасцы, ваши силовые показатели значительно улучшатся, и ваше самочувствие тоже. Знаю, что будете спрашивать, откуда этот ролл, все ссылочки на него я дам в описании к этому видео. Благодарю вас за ваше внимание, уделяйте время себе, своему здоровью, и помните, что ваше тело у вас одно, проживите в нем счастливую, радостную, здоровую жизнь. Всем пока!